Хочу привести пример такой. Лётчик-истребитель Вит Фёдорович Скабарихин, ему всего было 22 года, но он уже был командир эскадрильи, и поэтому в ходе боёв он проявил действительно невиданный для того времени героизм. В воздушном бою, видя, что его подчинённый, командир Звена, увлекшись добиванием японского бомбардировщика, не заметил, что к нему хвост пристраивается японский истребитель. Значит, человек погибнет. И тогда Скабарихин бросился на этого японского истребителя, подлетел к нему, нажал на гашетки, пулемёты молчат, боеприпас кончились, и он пошёл на последнее, на воздушный таран. Удар, японец закувыркался, Скабарихин очухался, чувствует, что машина как-то идёт не так, но рулей слушается, и довёл её до аэродрома. А когда приземлился, то увидел, что у него в плоскости машины торчит колесо японского самолёта. Это сувенир он привёз к себе. Вы понимаете? Или второй, комиссар 150-го полка бомбардировочного Ююкин, машину которого подбили, а ему было всего 25-й год, 24-25-й год. Машину подбили, долететь до своих он уже не мог, и он бросает свою машину в скоплении японской техники и людей. То есть, этим самым предполагал тот подвиг, который потом у нас совершил Николай Гастелло. А во время войны таких подвигов было более 350, Отечественной войны. А то, что совершил Скабарихин, то таких таранов во время Отечественной войны было более 500.